Здравствуйте, с вами я, Арсений Италюк, перевод, и я приехал в Слоним. Ехал я на маршрутке Минск-Слоним, ехали со стороны города Барановича. Нахожусь я в одном из микро-районов города, который называется Рещицы, если я, конечно, не путаю. Едем мы в сторону Альбертина. Сам город был основан в 1252 году, это его первое упоминание в летописи. Но жители самого города говорят, что он был основан гораздо раньше, даже раньше Минска, в 1063 году. Это по неофициальным данным, получается. Чем знаменит этот город? В этом городе сохранилась главная синагога, она находится на Советской улице, построенная еще в 17 веке. Ну, здание его законсервировано и ожидает реставрации. Я когда-то рискнул залезть в синагогу, в эту, но там было все разрушено, и поэтому рисковать и не стал. В 1520 году был построен деревянный дворец. Вплоть до конца 17 века в нем проходили заседания городских властей. После появления в слоне ми князя Агинского этот деревянный дворец разобрали. И в 70-х годах 18 века был построен новый дворец, а также комплекс зданий, который включал типографию и театр. Князь Агинский построил одноэтажный дворец, где было 116 гомнат. Его планировка напоминала букву «Б». Театр получил название «Придворный театр Агинского». Также в Слониме можно увидеть Слонимский костел Бернадинок. Он находится на главной площади города. Возведен в середине 19 века. А в 18 веке пристроили жилой корпус. Все это сохранилось. Слоним был один из важных культурных центров страны. В городе находился и мужской костел Бернадинцев. Их наследие, это Туицкий собор, функционирует и сегодня. Вот это железнодорожный приезд, линия Гродно-Барановичи. Дальше там с левой стороны от железной дороги находится железнодорожный вокзал. Его очень хорошо отреставировали. Город этот готовят к отню белорусской письменности, как я уже рассказывал. Сейчас дальше мы едем в сторону Альбертин. Это предместье. Сейчас оно начнется. С левой стороны будет картонная фабрика. А позади, с правой стороны, будет усадьба Альбертин. Она дальше находится не на этой улице. Вот уже картонная фабрика в Слониме. Мы до него доедем, развернемся и поедем обратно. Это особое место в Слониме. Вот даже можно назвать и пригород. Здесь грустейшая атмосфера и несколько интересных просторек и парковый массив с прудами. Не только там Слонимы интересен достопримечательностями, но и сам город Жировичи. Здесь красиво описанный жилой массив. Совсем рядом со Слонимом находятся две культовые достопримечательности. Здесь, кстати, мы сейчас разворачиваемся и поедем обратно. Здесь маршрутки высадят пассажиров. Здесь, на этой стороне, начинается парк. Высадебный, но усадьба отсюда еще находится далеко. Ближе к остановочному пункту фабричный, если ехать по железной дороге в сторону города Баранович. Сейчас я покажу снимки усадьбы. Вот река Иса, если я не ошибаюсь. Нет, это, по-моему, не река Иса. Это канава, которая впадает в пруд. Виктория. 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 Ну, мы покидаем Катпистия Колькарти. И двигаемся. Виктория. И пишутся обратно из стороны. Челезная дорожная приездка. Вот ангар, там дальше находится за деревьями металлолом, вот сами здания, здесь перерабатывается мусор, мы движемся в сторону центра, сейчас будем пересекать железнодорожный переезд, который пересекали когда ехали сюда, в Альберсин, здесь отличные склады, вот, здесь железная дорога, здесь первые два пути идут в сторону предприятий, а это уже основные пути, здесь вид в сторону Барановича. В довоенное время Слоним представлял собой крупное еврейское местечко, отсюда и происходит известная Хасидская династия. Во время Второй мировой войны было создано еврейское гетто, в котором нацистами было уничтожено более 25 тысяч человек. В моментальной архитектуре Слонима заметная роль принадлежит культовым зданиям, они находятся в центре города. Мы движемся активно в сторону микрорайона и в сторону центра города. в центре города. Здесь также можно увидеть и деревья, я вон видел дуб, и древний дуб, я на него даже умудрился залезть. Вот мы подъезжаем к микрорайону, здесь недалеко находится центр города. Не знаю, будут они заезжать в центр города или нет. Вот одна из школ, которая была построена в 1950-е годы. Там дальше находится дом правительства. Чувствуется здесь влияние Речи Посполитой в этом городе. Вон много плаков даже навешали. С вами был я, Осиний Толюк. Спасибо за внимание.